Я хотел отшить девушку, но не хотел ее обидеть. Поэтому скинул ей голосовуху со своим пердежом. Гений просто. Чтобы она подумала, что я отбитый. Че еще можно подумать? И сама перестала мне писать. Через три минуты она скинула мне такое же голосовое. И потом вы поженились, жили долго и счастливо до самой смерти. Спросил своего друга из США, будут ли его кошки отзываться вместо Китти Китти на кс-кс-кс. Он проверил, они отзываются. Вроде бы и мелочь, но на душе стало как-то тепло. Ну, окей. Проходил собеседование, задает вопрос. Вы готовы к переработкам и выходить в выходные без оплаты? Конечно, если вы готовы к моим прогулам. На этом и разошлись. Что за условия выходить без оплаты? Идите в жопу. Чувствую, благодаря новым экономическим реформам у нас будут полные холодильники. Да, сказал работник морга. Морга. Сказал работник морга. Нет, тогда что-то не то. Зачем он сказал да? Что, я дурак что ли? Нет, конечно не надо. Нет, работник морга. В морге же есть холодильник с едой? Все нормально. Хочу пойти в офис своего сотового оператора и насрать им под дверь. А затем еще и выставить им за это счет. А что, они ведь не отказывались от этой услуги. Это прикол в том, что часто у вас идут автоматические подписки в вашем телефоне на всякую дичь, которая вам нахрен не нужна. Моя младшая сестра пошла на свидание с молодым фермером. Сегодня вечером он решил подарить ей 12-килограммовое колесо сыра. Так это ж круто. Оно стоит черт знает сколько денег. И да, всем здорово. Меня зовут Макс. Ну мы тут смотрим мемы, поднимаем настроение. Вы только не думаете, что у нас все мемы будут про какашки. Как было до этого в самом начале. Блин, сразу два мема про пердеш и какашки. Нет, нет, нет. У нас тут бывает и культурных тем мы касаемся, но редко. Чаще, да, какашки и пуки. Глазами некоторых американцев. Холодно, хардбас и водка. Барат, война, кебаб, Дракула. Мамма миа, пустыня, Париж. Вопрос не знаю, как Париж, Лондон, Бразилия, Испания. В смысле Бразилия? Почему Бразилия-то? Ладно. Когда ты уже начнешь вовремя ложиться спать. Так я вчера так и сделал. Лег в 10 вечера. Ну и как? От счастья не мог уснуть. Ещё 4 часа. Чего? Чего глаза открыли? Спите дальше. На работу всё равно нельзя. И в кафе нельзя. И в кинотеатры нельзя. А куда тогда можно? Можно в Египет. И в Турцию. Куда хочешь можно, да. Взрослая жизнь, это когда в супермаркете у дома у тебя появляется нелюбимый кассир. Да, есть такой. Ты такой смотришь. Не-не-не, к этой не пойду. Она какая-то вредная. Она сдачу в руки не даёт и бросает. Ты так тянешь ей ладошку? Она туда просто бросает или плюёт тебе туда. Сократ, Платон, Аристотель, Александр Македонский. А, ну это имеется в виду, что умный мем. Ой, а ж не только про какашки у нас тут. Платон был учеником Сократа. Сократа, кстати, написал ещё Платон интересный диалог, называется Фидон. Это описан последний день жизни Сократа перед его казнью. Можете погуглить. Фидон называется, интересно очень. Аристотель был учеником Платона, но Александр Македонский, соответственно, учеником Аристотеля. Вот эту цепочку и символизирует данный мемас. Так, ну ладно, возвращаемся к какашкам, да? Надеюсь, нет? К 30 годам ты уже потратил целый месяц на свои дни рождения. До новых встреч. А если я отмечал свои днюхи по неделю, неделю целую, там, просто в угаре? Да нет, шучу, конечно. Сынок, смотри, бомж. Бомж, смотри, сынок, что? Смотри, сынок, мать. Ну ок, хорошо, это очень важная информация. Начинающий автор. Убивает полюбившегося читателем персонажа. Опытный автор. Оставляет персонажа в живых, но уничтожает все, что он любил. Заставляет разочароваться во всем, во что он верил. Разрушает его жизнь, искажает саму его суету. Прям. А если у меня в книгах и то, и то бывало. Вот в видеоблоге вампира, например. Ну я не буду, ладно, не буду спойлерить. Может, кто-то не читал. Ну, да, я своих персонажей убиваю и заставляю разочаровываться. И по-всякому я поступаю. Какой же тогда автор? Начинающий опытный, интересно. А моя подруга годами играя в шахматы. Я посмотрел видео, как поставить мат кому угодно за три хода. Вообще, кому угодно. Вот три одинаковые хода кому угодно. Магнусу Карлсону, Корякину, Каспарову, Карпову, Кравнику. Подождите. Почему фамилии всех известных шахматистов на Кэн начинаются? Ладно, окей, неважно. Любой ход. Какой бы дебют у него не был, ты делаешь все время одинаковые ходы и выигрываешь за три хода. Выживали с другом на оплату и решили назвать Акулу Яриком. Ну и выживали себе и поживали. Время от времени устраивали бойцовский клуб с Яриком. Ну и в одну голодную ночь по приколу зажарили Ярика на вертеле. Грустно, да. Настал момент, которого вы все ждали. А какой у вас любимый оттенок зеленого? В смысле, там много оттенков. Салатовый, я знаю, есть. О боже. Шартес, салатовый, фисташковый, лайм, мятный, серо-зеленый. Господи, яблочно-зеленый, спаржа, травянистый, зеленый неон, малахитовый изум... Что? Хорош, мемы. Темно-оливковый, оливковый. Темно-оливковый, оливковый, боже. А чем это не болотный, блин? Зеленый лайм лесной, зеленый нефритовый мор... Да хорош, уходи. Мох, веридиан, хвойно-зеленый, темно-бирюзовый, зеленый мох, темно-зеленый... Идите в жопу, все, пока. Отрицание, гнев, торг, депрессия, сертификат о вакцинации. Окей. Когда ты покупаешь палку с камнем за 15 ракушек, но она на следующий день... Она стоит 10 ракушек. Ну все, чувак, просрал ты 5 ракушек, блин. У меня к тебе деловое предложение. Соберешь мне шкаф. Какая-то односторонняя сделка, а я что-нибудь получу? Я бы спросила, что ты хочешь, но мне кажется, что я догадываюсь. Я непредсказуемый так-то. Хорошо, и чего же ты хочешь? Ежа. А вот вы думаете, девушки, всем мужикам нужно одно и то же. Нет. Некоторые хотят. Что некоторые? Большая часть. Все мы хотим. Только ежа. Противотанкового, гигантского. Давай, дари, блин. За шкаф. Когда ты работал в 12 часов, пришел уставший домой, попросил современную девушку приготовить поесть. Мама, он абьюзер. Ну, кто не знает такое слово, не русское, абьюзер. Это типа... Насилие домашнее устраивает. Террор в доме. Короче, да. Такой деспот, тиран. Мой отец строил атомные электростанции, мосты, заводы, похороны, строил собственные похороны, пароходы, собственный дом и баню, при этом вуз не дул. Я заменил шланг в душевой, уже второй день хожу, горжусь собой. Жена говорит, что я ее герой. У меня была такая ситуация, у нас сломался, на прошлой квартире сломался шланг душевой. И моя жена тоже его сама заменила. Я долго ходил, не знаю, от чего, у меня дел куча было. Короче, я кутмэм перехожу, смотрю, она его поменяла, сама съездила, купила, поменяла. Поэтому вот какая же моя жена тоже молодец, она тоже у меня герой, а я лошара. Если бы вакцину можно было украсть на работе и вынести через проходную, у нас бы уже было привито процентом всех населения. Да, забавно. У меня так очень давным-давно мангал украл с производства завода. Вот такой вот он, ну, хитрец. Но он же там не работает, поэтому можно все это рассказывать. Я решаю устроить уборку и включаю сериал на фоне. Я следующие два часа. Смотришь сериал, молодец. Счастье не закрасить. Да, счастье можно пробить нахрен. И пропить тоже. Счастье не за... Счастье не застеклит. Учитель вышел из класса. Девочки, давайте сидеть тихо. Она сейчас придет, пацаны. Объявляя четвертую мировую войну шиноби. Кто-то знаменитый умирает. Редакторы Википедии. А, типа, менять? Менять Википедии? Да, мне пофиг. Меня насрает. У меня все равно Википедии нету. Я пока еще не дорос до Википедии, чтобы про меня там кто-то что-то написал. Так что пофиг, в общем. Но я не парюсь за это, если честно. Когда врет время, про меня Википедию напишут. Надеюсь, когда-нибудь. Попса и хип-хоп. Классическая музыка. Металл, джаз. Люди, которые говорят, что слушают все, что угодно. Во-во-во. Монгольский рок. Люди, которые говорят, что слушают все, что угодно. У них просто нету вкуса. Человек, в принципе, он, если у него есть музыкальный вкус, он четко знает, что ему нравится, что ему не нравится. Вот я, например, не разбираюсь в живописи. Я могу посмотреть на все, что угодно. Ну, как бы красивая картина, окей, некрасивая. Единственное, что я для себя Айвазовского выделяю, потому что мне нравится, как он переносит, передает прозрачность воды и пропускает свет через воду. И это все, когда понимаешь, что сделано красками на холсте. И это изначально он в голове у себя увидел и перенес. Это круто. Вот. А так, вообще, мне на живопись вообще насрать. Ну, кому-то так же на музыку насрать. Друзья, если видео вам понравилось, подняло настроение, или, может быть, вы узнали что-то новое, хотя это маловероятно, ставьте лайк. Также книга моя новая выходит «Вход в рай 2». Ну, вы уже все знаете, выходит она в ноябре. Сентябрь, октябрь, да, в ноябре. Ну и что, подписывайтесь на мой канал, что еще сказать-то вам. Ну, наверное, до завтра, да, ролики выходят каждый день. Да, до завтра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!